Не сердись на меня Не сердиться, улыбнись, и тогда Все вокруг преобразится, в миг отступят холода Станут теплыми ветра, и в ответ услышишь только да Смотри, это море, смотри, это чайки Смотри, это небо, а по небу летит самолет А в том самолете летит наша тайна А тайна о том, что любовь где-то ждет Не сердись Девушки отдыхают Спокойно ее взяла Таня Мам, ты представляешь, у меня новая модель вулкана сработала Такой был взрыв А я думаю, что это было Еще и Машка проснулась Но она того стоила, мам Ты представляешь, пепел подлетел на два метра Так, тюля мне подай Спасибо Мам, а тетя Яне, мне было обидно, что она черный лебедь Вот и еще, она сама попросила Я так и думала, положительный герой, это неинтересно Вот поэтому тебя и назвали, честь тетя Яна Родственная душа, давай, помогай мне Мам Мама Мам Мам, ты не забыла, что сегодня родительское собрание? В смысле, ой Не уходи Памя, я ухожу не потому, что мне с тобой плохо А ровно по противоположной причине Непонимаю Тебе не надо понимать Просто я никогда не остаюсь на ночь Такое правило Это нарушил Ради тебя я бы нарушил все свои правила Лень Останься Девочки, ну что ж мы сидели-сидели На подарки учителям так и не скинулись Конец учебного года Так, а в прошлом году что мы дарили? А, вспомнила Ань, ты напекла такие С фиалочками Завучи была под впечатление Ой, ну нам же неудобно опять просить Анну Михайловну Да мне не трудно Правда, нужно что-нибудь новенькое Но я подумала Хорошо Счастливо Ян, ты сама сошла напугала? Ты что здесь делаешь? Тебя жду, что я делаю Давно? Ну минут десять уже Что можно по три часа обсуждать на этих собраниях? Скажи мне А у Славки совести есть? Так поздно тебя не встречают Да у него на работе такое Там просто Ну понятно У всех проблемы Только у нашей Анечки все в порядке Может и наши Хвалили и ругали Да у Тани в году по алгебре трояк выходит Я не знаю, как мы Славе скажем А вы не говорите Меньше знает, лучше спит Нет, это разговор, кстати Только он такой Интимный Так что мне нужна рюмочка Сладенького, крепенького Только с условием остаешься у нас Ну конечно Куда я после Сладенького Канал надо делать вот здесь Смотри, объясняю Если придется идти в магазин Это неудобно Придется давать целый крюк При чем здесь удобство? Это красиво Люди будут идти И представлять, что они где-нибудь в Венеции А этот крюк Это всего полтора минуты Я все просчитала Да? Да Хорошо Хорошо Так, и все Надо это все до завтра Отложить Для извращения 10 баллов Спасайте кто может Это что было? Не знаю, что это было Не знаешь? Нет Но очень давно хотела это сделать Дружище, прости пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Букетик желаете? Ну да Можно было Давай вот этот Прекрасный угол Ваша дома оценит Ну там и посмотрим Спасибо До свидания Да, всего доброго И вот Круто А мама говорит Что этот набор не для девочек Ну, девочки тоже разные бывают Только ты маме не говори Слушай, котик Уже 11 Тебе спать не пора? Жалко Где мои эти такие Маленькие Яночек, если ты проголодалась Там и пирог есть И шпинат, и сыр, и как ты любишь О, спасибо Это я не тебе Как пирог, так не мне Вот всегда так Спокойной ночи, тетя Я сейчас Маруську уложу, ладно И приду к тебе Тебе помочь? Не-не-не, ты сиди отдыхай Ты после работы Мои контурные карты Кто дал ей мои контурные карты? Отдай! Успокоились Я тебя сейчас придушу Отдай! Счастливая семейная жизнь Да Счастливая семья Кошеваришь? Ой, Слава, как поздно-то, а Я главное звонить боялась Думала, вдруг совещание А потом, а если за рулем? Ну, правильно Да, что не звонила А, Яна, что у вас остается? Остается А почему в гостиной? Вы болтать хотели, а потом Я замоталась, то да сё Так, ты ужинать или в душ сначала? Нет, я поужинал Ага, конечно Проголодался, да? Слава, а что ж ты без стапы такая Я там специально при входе ставлю их Потом, всё, потом Пожалуйста Сухарик не хватать Это бульон По-моему, ты сейчас забыла спросить Помыл ли я руки А я что, один буду ужинать, а ты? Да поздно уже Ты начинай без меня А я тебе сейчас расскажу Про родительское собрание Ой, нет, пожалуйста, не надо Давай про родительское собрание завтра А то у меня уши аж болят За сегодняшний день Да мне нужно Тане ещё платье доделать Ну так и доделай Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мам, не вари мне больше эту кашу Все едят на завтрак хлопьи О, здрасте, тётя Яна Господи, Даша О, ну знаете, какую красивую женщину к нам принесло Вечерние макияжи Ну, в коктейльном платье и с утра пораньше. Вот сразу человек себе держит в тонусе. Слушай, не остри. Вот я сейчас этого не выдержу. Доброе утро, народ. Напомнили, тёте, где у вас кофе? Вон там. Саша, хлопья на завтрак плохо. А каша — это полезно. Да. Ма, дай метку. Ну, метку. Ага. Держи. 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 Яна? Да, Держи. А ты чё такая мрачная? Мне гигографичка закатленная, пару вкатит. Ну, скажи, сестренка порвала. Да, ты знаешь, я любимую фразу? Ваше оправдание меня не интересует. Тоже мне. Ну, с тобой ничего не говори. По-моему, я сегодня одни собираюсь в школу. Давайте, собираемся и поехали. Уже время. А бутерброд, да? Да, бутерброд, да. Так. Держи. Ну, что хочется тебе сказать, мать? Разбаловала ты их. Ой, не начинай. Не, ну, это, конечно, твоя жизнь. Спи по пять часов в день, крутись как белка в колесе. Только тебе не спасибо, тебе потом не скажут. А мне не нужно. Яночка, мы с тобой сто раз это уже обговаривали. Ага. Как человек в здравом уме может на такое подписаться? Четверо детей. И в чем твое материнское счастье? Вот эти тридцать минут, когда они все спят уже зубами к стенке, а ты еле стоишь на ногах. Ой, я знаю, ты очень любишь детей. Твоих, конечно, люблю. Потому что я их вижу раз в неделю. Я прихожу, они такие довольные, чистенькие, счастливые. Я им подарочек. Ап! Тю-тю-тю, сделала все. Но ежедневно вот это вот, боже упаси. Тебе не понять. Про детей согласна. Но про мужчин уж извини. Аня, вся вот эта твоя жертвенность, женская бесконечность, стирка, готовка, вот это первое, второе, третье компот, они всего этого не ценят. Ты, конечно, не обижайся. У тебя богатый многообразный опыт. У меня она. Но ты ни с одним из мужчин не была больше полгода. Не жила с ними просто. А мы со Славой прожили. О! Вот именно поэтому я не живу с мужчиной дольше, чем полгода. Потому что все лучшее из них можно выжить в первый месяц. Когда он влюблен, когда он счастлив, когда он не ленив. Потому что потом все, все обесценивается. И ты остаешься вот так, на такой кухне, в бардаке, с пучком на голове и, кстати, в застиранной майке. Да. Так что я уж не знаю. Ты почему-то становишься неинтересной, ты становишься скучной. И от этого, кстати, никто не застрахован. Все. Материал усвоен. Поехали дальше. О чем ты со мной хотела поговорить вчера? Сейчас только кофе доварю. Я сделаю все. Я тебя умоляю, иди отдыхать. Ну, хоть меня не обслуживай, хорошо? Хорошо. Пока, Танюша. Давайте, удачи. И тебе. Танюха, привет. Привет. Классно выглядишь. Приедешь сегодня ко мне на вечеринку? Сегодня? А кто еще будет? Никого. Ты, я. Ну... Да ладно, расслабься. Я шучу. Чего ты такая серьезная? Ладно, давай, увидимся. В общем, как-то так. Я сказала, что подумаю, конечно, но, видимо, думать надо быстро. Ну, а чего думать-то? Янка, ты влюбилась. Ну, попробуйте вместе пожить. А вдруг понравится? Понравится-разонравится. Что за детский сад? Я думала, это такой легкий роман. Ни к чему не обязывающий. А он сразу жить. И что потом? Кольцо в бокале шампанским? Ну, не захочешь, откажешься. Слушай, ты вот как будто мужиков не знаешь. У них самое главное – это самолюбие. Заденешь его – все. Отказов не прощают. Я, конечно, дура. Не надо было ничего начинать. Но я не удержалась. Он такой. Чего? Ну, такой, в моем вкусе, да. В общем, надо делать ноги. А как – не знаю. Яна, послушай, в отношениях главное – это открытость. Вот знаешь, мы со Славкой всегда откровенны. Молчи, 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 молчи. Я от тебя вообще ничего другого не ожидала. Ладно, я хоть выговорилась. Все, на работу, потом мне надо переодеться. Кстати, дорогая, ты мне обещала подумать про одежду для горничных. Помнишь? А, и вот тебе за японский ресторан. Какой японский ресторан? Ты нарисовала мне форму для официанток. Боже мой, так просто набросала. Перестань, убери свои деньги. Да, конечно. Ты убери. Кстати, себе убери, а не Славкина. У тебя талант. Да. Между прочим, я говорю, что это разработка дизайнерского бюлова. Да, ну тебя, ладно. Отложу Славкина для рождения. Ты неисправима. Я же тебе... Я молчу. Таким образом, предложенная нами концепция униформы полностью отражает корпоративные ценности вашей компании. Скажу проще. Для ваших клиентов эта форма будет выглядеть дорого, респектабельно, для тех, кто носит удобно, ну а для вас огромный плюс – демократичная цена. Ну что же, Яна. Романовна, я считаю, что это лучшее предложение, которое у нас есть. Поэтому я принял решение остаться на нем. Я поговорю с нашими юристами, чтобы они составили договор и все согласовали. Таким образом, надеюсь, что на следующей неделе можем все подписать. А я предлагаю в честь этого знаменательного события выпить по бокалу с Шипацком. Да? Я просто с удовольствием, но, к сожалению, я за рулем. А вот Андрей Петрович может... Да? Да, конечно. Вот заодно все и говорите. Яна Романовна, я бы хотел с вами обсудить кое-какие вопросы. Да, конечно. Спасибо. Я не боюсь, что ты воспринял их слова как ультиматум. Простение брони себя повел. Конечно, ты не обязана ничего решать. Лень, мне не очень удобно здесь разговаривать. Давай я к тебе приеду сегодня вечером. Или ты ко мне? Я приеду. А вот это кому? В географичке. А, ну да. В общем, он сказал, что придет ко мне на выпускной. Ага. Масло подай. А, сейчас. Ну, вообще, у нас все девчонки пригласили своих парней. Ну, мы там в парке гулять будем. Поэтому какая разница? Еще веселее. А он твой парень? Ну, может быть и да. Так, а где папа? Вот это вот все, как мы с тобой в школу потащим? У папы на работе, как всегда, врал. Ты же знаешь, он завтра сам это все отвезет. Ну, как завтра? Завтра уже надо поздравлять. Все спрятать. Танюш, спрячь, не волнуйся. Ну, это просто, это Прага. Сейчас будет посложнее. Ну-ка. В Баку? Да. А там видишь, это наш отель? Угу. Один из первых. Я так гордился, когда я открывал его с границей. Ощущал себя просто Конрадом Хилтоном. Хочешь правду? Да. Ты красивее. Обожаю, когда мне говорят правду. А это? Барселона? Так, 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 так. Ну, откуда ты все знаешь? Ай, я же все детство занималась балетом. Так. И каждое лето мы ездили на гастроли. А ты мне не рассказывала. Я вообще не люблю об этом говорить. Знаешь, что первое просят, когда узнают? Потанчуй. О, точно. Ну ладно, откровенность за откровенностью. Я учился играть на балалайке. Да. Да ну. Правда. Ты шутишь. Сыграй, а. Ну. Я тебя прошу. Ну, сыграй. Ну смотри, ты сама этого захотела. Это было потрясающе. Я того любовалась. Ты, ты как волшебник. Ты ходил по этому пустому залу. Даже не ходил, а как будто танцевал. А твои руки прямо сейчас творили то, что будет только через несколько месяцев. Это завораживает. Пожалуйста, перестань. Ты меня смущаешь сейчас. Я хотела сказать... Подожди. Прости, что я тебя прерываю. Можно я скажу? Я должен сейчас сказать. Ты понимаешь, я очень виноват перед тобой. И не потому, что я считаю там себя супер-пупер, а в каким-то особенным... Нет. И... И я уверен, что ты уже скорее всего все забыла и... Ты особенный. Я ничего не забыла. Ты красивая. Талантливая. Я тобой увлекся. А в моей ситуации это невозможно. Я знаю, что у тебя есть семья. И я ни на что не рассчитываю. Просто я, похоже, влюбилась. Можно я тебя поцелую? Поехали-ка. Это будет один единственный раз, и завтра мы обо всем заботим. Привет. Славочка, ну наконец-то. Я уже волноваться начала. А я как раз ужин разогреваю. Прям как чувствовала. Да ничего не надо. Сейчас пиджак повешу. Не надо, пожалуйста. Я сам все повешу. Пожалуйста. Все в порядке. У нас есть что-нибудь выпить? Вино? А кроме вина, что-нибудь покрепче есть в доме? Неприятности на работе, да? Нет, на работе все в порядке. Точно? Да чтоб я сдох. Точно все в порядке? Угу. Ты какой-то бледный. И знаешь, я заметила, ты стал храпеть неравномерно. Это очень опасно, Славочка. Потому что может быть остановка дыхания. Я предлагаю нам заказать с тобой подушки такие, ортопедические. Это очень важно для сна. Вообще ортопеди... Ты можешь помолчать. Я живу с тобой на протяжении семнадцати лет. Я семнадцать лет слышу про сковородочки, сковородочки, занавесочки, рюшечки. Мне после работы нужно пять минут тишины. Спасибо. Ну? Ой, да я не понимаю, что происходит. Он уже неделя со мне свой. Я думала, на работе, на приятности. Но он так смотрит на меня ужас. И спит в гостиной. О, давно ли? В пятую ночь уже. Ого. Но ты права была. Я сама во всем виновата. Как это я тебе такое говорила? Ты посмотри на меня. Ну правда, я обабилась. Со мной поговорить не о чем. Я не помню, когда я что-либо читала. Там, если не считать мухи-цокотухи. Потолстела, все висит. У меня нет этих, как они? Бицепсы, тресовцы. Я не знаю, я седину не закрашиваю. Хотя мне казалось, у меня ее нет. Так, приступ самобичевания закончился? Твои трицепсы, поверь мне, как интеллектуальная деградация, здесь вообще ни при чем. Ань. У него любовницы. Ты их видела? Нет, я, конечно, не видела. Но другого решения этого уравнения я не вижу. Нет, исключено, это бред. Понятно, Слава может влюбиться, но он бы мне сразу сказал. Да ты что? Да, он никогда не врет. Да все врут. Нет. Я думаю, что он просто стало скучно со мной. Но как ты предупреждала, вот этот момент настал. Нет, подожди меня. Скучно, это немножко другой сценарий. Когда мужчине скучно, он уезжает с друзьями на выходные. Да, задерживается на работе. Приходит, ну да, может быть сразу засыпает. Но в твоей постели. Понимаешь? А когда вот эти странные взгляды, потеря аппетита. Извини меня. Это точно любовница. Он, кстати, тебе не таскает цветы? У них это классика вообще. Нет, цветы не таскает. Вообще зря я тебе все это рассказала. Слушай, котик, я на твоей стороне. Ну правда, Аня. Но из любой ситуации есть выход. Главное, как правильно себя вести. Ну прости, но вот если ты узнаешь, если точно убедишься, обещай мне, что ты будешь молчать. Потому что в этой ситуации побеждает та, которая молчит и ждет. Да, что ты на меня так смотришь? Ну что ты, Морозенька. Спи, моя хорошая. А что ты такая горяченькая у меня? Ты что, заболела? Так, детка, сейчас я за градусником схожу. А ты ложись. Вот так вот. Вот так, моя хорошая. Сейчас мама придет. Она придет. И... Режм. 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 Аминь. 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 Вдруг преобразится, вмиг отступят колода, станут тёплыми травмами. Тай, слушай, а у вас с Колесниковым чего? Серьёзно? Ну, мы знаем, пока. А у вас уже было? Ты чего вообще? А чего такого? Да ну тебя. Ну вообще, если ты думаешь, что ему интересно будет просто так за ручку ходить. Знаешь, а у него уже была девушка второкурсница. Хоть пятикурсница. ПЕСНЯ Мама, она по лестнице может. Ух ты. А что ты делаешь? У папы командировка? Да. Ой, не знаю. Да я так, на всякий случай. А ты не кричи, Маруську разбудишь. Как температура? Лучше. Врач приходил, смотрел. Все. Беги, играй. Ты классно танцуешь. Не ожидал от тебя. Ну, это по наследству. У меня же мама большая балерина. Да ладно. Прямо Лебединое озеро все дела. Ну, могло бы быть. Но в 19 замуж, а в 20 уже я родилась. У тебя тоже такие планы? Да нет. А то я уж испугался. Вообще, я обычно с такими не связываюсь правильно. Это реально очень красиво. Ну, а что, я кажусь слишком правильно? Не, не с какого. Мам, я пришла. Ты простишь, так долго, просто там так все закрутилось, завертелось. Телефон почти разрядился. Ну, не то, чтобы разрядился, он просто... Да? А как прошло все? Телефон почти все закрутил. Хорошо. Там суп чечевичный, курицу я пожарила. А если ты не голодный, салатик возьми. Мам, все хорошо? Нормально. А Маруська как? Она спит? Заснула. Температуры нет. А папа где? На работе. А врал, как всегда. Ты же знаешь. Спокойной ночи, Танюш. Спокойной ночи, мам. Я же тебе говорила, мне нет равных в настольном хоккее, пинг-понге и скоростном собирании кубика Рубика. Тебе вообще нет равных. Да, но меня интересует другое. Что же? Посмотри, уже начало первого пробило полночь, а твое платье не превратилось в обнушки. Карета в тыкву. Значит, мы победили темные силы. И ты можешь остаться. Лёня, ты же знаешь, что я хочу, но не могу. Послушай, я обещаю, не заводи серьезных разговоров. Не ставить никаких условий. Я хочу провести с тобой всю ночь, чтобы ты была рядом, долго. Понимаешь? Ничего ты боишься? Ну, наверное, то, что мне может понравиться. Привет. А ты чего, не спишь? У тебя другая женщина. Да ты что, Ань? Какая другая женщина? Послушай, ты чего? Мне сейчас... Ты только сына Левны с ней хватала. Ань, ты чего? У нас на работе номер, заказ, завал. Конкретно... Я тебе решила дать шанс. А ты оказалась и трус. Здравствуйте, тетя Яна. Ух, привет. А где мама? Она у себя еще не вставала. Три часа дня? Интересно. Ладно, вы поиграйте тут, я пойду поговорю с ней. Тетя Яна, она еще спит. Ничего, я разбожу. Ну, что? Случилось то, о чем предупреждали большевики? Уйди, я болею. Ну, не надо петь военных песен. Когда ты болеешь, ты сбиваешь себе температуру и продолжаешь пахать на свое семейство. И тем более не отключаешь телефоны. Ну, что, он тебе признался? Идиот. Нет, он не признался мне. Я сама все узнала. Он мне просто нагло врал в глаза. Значит, он не безнадежен. Ну, все. Ань, давай. Встала, умылась. Мы проведем психологический тренинг. Что делать, если твоя жизнь пошла прахом? Ань, у меня такой опыт был 10 лет назад, так что я все это прошла. А, если ты думаешь, что в этой кровати ты умрешь от тоски, то боюсь тебя огорчить. Ничего не получится. Давай, 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 давай. Встаю. Так, на, пей. Пей, говорю. Что это? Успокоительное. Я предпочитаю другое, но тебе сейчас лучше не увлекаться. О, чаек, да, да, да. 17 лет вместе. Я ни на кого другого даже не смотрела, все эти 17 лет. Мне даже если артист в кино нравился, я с ним другие фильмы уже не могла смотреть. Мне казалось, это предательство. Знаешь, как ему верила? Как самому, как себе даже больше. Оказалось под лицом. Он все врал мне про любовь. Может, он вообще мне последние лет 10 не любил, а только терпел ради детей. Он-то что говорит? Он мне ничего не говорит. Я телефон отключила и выгнала. Понятно. Ань, тебе не кажется, что ты немного погорячилась? Это я погорячилась? Яна, у меня муж ушел к любовнице, а ты считаешь, что я горячусь? А что мне нужно было сделать? Ему с собой в дорожку пирожков дать? Нет, ты скажи, скажи, что все мужики изменяют. Ну, не все изменяют. Ну, кто не изменяет, как правило, пьет. Или висит у тебя на шее. Еще непонятно, что лучше. Здесь вопрос не про Славу у тебя и кого-то там. Здесь вопрос, хочешь ты быть с ним или нет. А что ты мне предлагаешь? Помириться с ним, да? Ну, вот от кого, от кого. А тебе я вообще такого неожиданно. Ну, почему помириться сразу? Ну, просто хотя бы выслушать. Я не хочу. Не хочу. Вообще ничего не хочу. Все, все, все. Давай, что? Давай. Давай. Надо, надо, надо. Вот, 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 хорошо. Привет. О, привет. Я не опоздала? Да нет, я пораньше пришел. Ну, отлично. Сразу хочу сказать, что Аня ничего не знает. Знаю, что звучит как формальная фраза, но это так. Ты же знаешь ее характер. Да, я знаю ее характер. Ну, и как она? Ничего. Детям, к сожалению, пришлось сказать. Версия с командировкой провалилась. После того, как Аня тебя увидела на улице. Ну, я вообще-то сразу был против вранья. Да, Аня мне говорила про твою склонность к честности. Прости, Слав. Ну, прости, не удержалась. В общем, перейдем к делу. Конечно, она сейчас вопит, что развод, что она ничего не простит и так далее. Ты же знаешь. Любая женщина простит, если ее правильно попросить. Слава, да, да, теперь придется тебе попрыгать, постараться. Ну, виноват так виноват. Ну, я же знаю, что вы любите друг друга. Вы все преодолеете. Да, послушай, проблема в том, что я не хочу. Чего? Я не хочу, чтобы мы с ней это преодолели. Тут и все. Он объяснил, почему? Может, не надо подробностей? Нет, да скажи, хуже мне уже не будет. Ну, и правильно. Знаешь, надо переболеть и жить дальше. В общем, он сказал, что любил тебя долгие годы. Что сам не заметил просто, как у вас превратилось в привычку. Мы перестали понимать друг друга. Он не любит, когда его опекают. А в последнее время чувствовал, что живет с тобой, как с мамочкой. Прям так сказал? Ань! Встала. Не плачет. Швыряется вещами. Это, наверное, хорошо? Наверное. По крайней мере, на человека похоже. Папа не вернется? Не плачет. Папа нас бросил. Он ушел от нас. Ты еще не понимаешь? Неправда. Он не от нас ушел, а от мамы. Он мне звонил и все объяснил. Сказал, что очень нас любит и никогда не бросит. Ну и котись твоему папочке, предатель. Давай, давай, похвали его. Чего уж там. Подумаешь, от мамы ушел. Чего, Тань? Может, ты тоже так считаешь? Яна, вообще-то это все не просто так. И если в семье что-то плохо, нельзя обвинять кого-то одного. Достала ты меня со своей психологией. Всегда виноваты двое, всегда виноваты двое. А давай я Сашке по башке тресну, а виноваты будем мы двое. Да, Тань? Это значит, у них медовый месяц. На море он ее везет. А ты мне скажи, когда я была последний раз на море. Ну, если я правильно помню, лет восемь назад, когда Янка болела ветрянкой, ты две недели просидела в отеле, это считается? Конечно. А в моей жизни только такое считается. А где справедливость-то? Где справедливость? Слушай, мать, хватит тебе уже. Нет справедливости в браке. Всегда это говорила. Я все это время стирала его носки, убирала его дом, воспитывала его детей, пока он делал себе карьеру. А кем он был? Он был сутулым студентиком. А теперь он здоровый мужик. В самом расцвете сил. Он без пяти минут директор фирмы. А я? Я была красавицей. Я лучше всех училась на курсе. Я кем стала? Посмотри на меня, домохозяйка, с кучей комплексов. Наконец-то у тебя открылись глаза, за что я, собственно, и... И вдруг появляется она, которая ради него палец о палец не ударила. И хочет заполучить все. Мой дом, моих детей, мою семью. Но нет. Это мой муж. И я его никому не отдам. А у вас к салану взял? Это такая. Не надо, пожалуйста, положи ее. Она какая-то потрепанная старая. Не хочу новое купить. Не надо. Вообще, хочу все новое. Ты знаешь, мы с женой, в общем-то, никогда и не отдыхали вместе. Красивая. Берем? Берем. Обычно ездил один. Ну, и она меня отпускала на недельку поплавать куда-нибудь. Потом возвращался. Ничего себе. Она тебя отпускала? Да. Одного? Да. И вообще она хорошая. Просто замечательная. Вот, ты знаешь, она просто молодец. Не каждая женщина понимает, что мужчине нужно иногда побыть одному. Ну, да. И что, ни одного Романа? Никогда. У кого? У меня? Ну, да. Да нет, конечно, ты что. Есть кто живой? Привет. Привет. А, ты прости, я без звонка. Просто мы едем в аэропорт, а я понял, что я в страховку дома забыл. В смысле, здесь забыл. Ты не принесешь мне? Да. Конечно. Спасибо. Папа, вернулся? О, малыш, привет. Не то, чтобы вернулся, а вот мне надо съездить на пару неделек. А вот потом... А потом вернешься? А потом суп с котом. Как девчонки. Привет. Ну, что-то как неродная стоишь. Иди, обнимемся. Не стоит, наверное. Ты как, здоров? Да, спасибо. Все в порядке. Как Яночка? А Яночка хочет, чтобы ты умирал за всем чертям. Счастливого пути. Спасибо. Яночка. Поехали за ним. Господи. Угу. Ты что, с ума сошла? Мама. Мама. Даша, не вступай, слышишь? Мама! 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 Черт. Господи, Боже мой, что я делаю? Ой, мамочки. А я не знала, что у мамы есть права. Да права-то есть. Только сдавали мы на них 17 лет назад. Вон, Танька родилась. Она все позабросила. А автомат она вообще не водила. Дуреха! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А нецовки заждают. Где? Ну, ты, мряж, застрял в пробках. Держи. Так, это я возьму. Это я возьму, закрывай. О, молодец. Пошли. Там только бампер и несколько царапин. Я же говорю, мелочь. Нет, мы ничего не оформляли. Давайте вы не будете больше задавать эти глупые вопросы, А я не буду думать, менять ли мне страховую компанию в следующем году. Отлично. Я знала, что мы сможем договориться. Всего хорошего. Прости, это было глупо. Я все равно ничего не узнала. В это время были рейсы в Италию, в Симферополь, на Кипр. Но откуда я знала, куда они улетели? Даже если бы я узнала, как бы я нашла гостиницу? Господи, мам, ну ты как маленькая. Ну стоило разбивать тетя Янину на машину. Где ноутбук? Кабинетик. Пошли. Ну вот, открываем папину почту. Так, есть бронь билетов до Симферополя. А вот и гостиница. Та-дам! Откуда ты знаешь папин пароль? Мам, не спрашивай глупости. Я этим ноутом пользуюсь чаще чем-то. Таня, нехорошо лазить в чужую почту. Так, мы продолжим норовоучительные беседы или я распечатываю? Распечатывай. Так. Готово. Значит так, это подгузники. Мы днем с Маруськой стараемся без них обходиться, но это как пойдет. Так, дальше. Носочки. Стираешь не выше сорока градусов, потому что они садятся. Маруськины вещи стираешь детским порошком. Все остальное обычно. Если тебе нужны пятновыводители, отбеливатели, там все в ванной, на стиральной машинке пользуешься, ставишь обратно. Чтобы, не дай бог, Маруська не взяла. Так, мишки для стиралки с левой стороны от нее. Пойдем покажу. Ань, я, конечно, ради тебя все что угодно, даже из-за окошка могу. Хотя ты в деле с детьми еще ужина. Я не о себе, мне просто не нравятся твои идеи. Ян, ты отказываешься? Я не отказываюсь. А у тебя есть план? План такой. Ой, Слава возвращается ко мне. Эта тетка идет лесом. Я закрываю глаза на свои обиды. И мы продолжаем жить так, как прежде. Отлично. А тетку в бассейне утопим? Да не знаю. Там, на месте, разберусь, сориентируюсь. Не сбывай меня, пожалуйста. Слушай дальше. Вот здесь. Медицинские карты. Полисы. Контакты врачей. И запомни, у Саши на креветке аллергия. Саша, это... Поэтому никаких кафе, никаких ресторанов. Иначе через два дня у него обострится гастрит. Это проверено. Лучше что-нибудь домашнее. Бульончик, пюрешечку, котлетку на пару. Девочки очень любят запеканку. Если бы еще уметь ее готовить. Ты что, не умеешь готовить запеканку? А я здесь впервые. Да ладно. Да. Впервые? Ну, тогда загадывай желание. А я уже загадала. Да. Ты молодец. А мы загадали. Ну, как? Ну, как? Очень хорошо. Все, загадала? Не скажу. Вообще не скажешь? Не сбудется. Ну, все. Вот так? Ваш номер 315. Видом на море. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, в каком номере проживает Вячеслав Минин? Вообще-то мы такой информации не даем. А он вам кто? Родственник. Брат двоюродный. Вот, значит, такая ситуация забавная произошла. Я залезла в соцсети и увидела там его фотографии. Он, оказывается, тоже здесь. Хотела ему сюрприз сделать. Нет, ну, если, конечно, вам не положено, не стоит. Во втором корпусе, на третьем этаже. Больше сказать не могу, извините. Спасибо вам огромное. А вы чемодан оставьте в номере, сходите в ресторан. Обед через 20 минут заканчивается. Да, конечно. Осторожно, женщина. Извините, пожалуйста, совсем вас не заметили. Она поела? Ага. Не плакала? Ну, отлично. Ян, если вдруг будет капризничать, там ей спать плохо. Там аптечки есть такие капельки, бемиопатические. Беда ей. А Татьяна алгеброй занимается. Ты проследи. Ты не видела еще. Главное, чтобы он меня не увидел. Все, 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 сейчас быстренько и купаться. Блин, астистот. Да. Смотри, полный аншлаг. Смотри, девушка, может, у нее попросим, а? Миша. Девушка, простите, пожалуйста. Можно мы присядем к вам? Дело в том же, ваш столик – это единственный островок спасения для голодающих. Пожалуйста. Ну, конечно, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Тем более, что я уже ухожу. Как уходите? Подождите, подождите. Не уходите. Если вы уйдете, мы будем чувствовать себя просто ужасно, как будто мы вас выгнали. Посидите с нами немного. Кстати, вот угощайтесь. Смотрите, какая приемность. Я благодарю вас на у меня аппетита. Пеху деятель? Что ж такое-то? Все же вечно как с ума посадили. Вот моя жена, например, да? Красавица. Фигура прекрасная, все при ней. Правда? И тоже худея. Ест одну морковку. Домой страшно прийти. Вот так, одежде, вернешься вечером домой. Там вместо жены кролик. А почему ваша жена не поехала с вами на отдых? Наверное, дома с детьми, да? Ну, пока вы на море. Да, дома с детьми. Но вообще, она жару не очень любит. А действительно, кто ее любит, эту жару? Пляж, море, солнце. Куда приятнее на даче, как белка в колесе. Открою вам секрет. Мой муж был уверен, что я терпеть не могу жару. А, я понял. Вы считаете, что отдыхать нужно вместе? Так многие женщины думают. Но это не всегда правильно. Когда долго живешь вместе, вот много лет, да? Очень важно иметь возможность переключиться. Побыть одному, из семьи, чтобы потом больше втянет. Вот я полностью согласен. А ваша жена такую возможность имеет? Приятного вам аппетита, мне пора. Подождите, есть. Чувак. Нам, удачно, удачи. Ладно. Наверное, просто не в духе. Продолжение следует... Господи, они что-то там в буржурки играют. Ну, что это? Я не виден, что-то очень знакомое, но я не понимаю. Тебе не нужно знать. Тебе нужно просто расслабиться и понять свои ощущения. Голова тут лишняя. Я жду не даже до того момента, когда же я наконец-таки уже приступлю к десерту. А десерт будет тоже с завязанными головами? Я бы отказался. Прекрасно. Значит, с желаниями твоими мы определились. Теперь главное научиться. И не откладывать их. Но потом. Это точно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я тебя сейчас догоню. Попробуй. Стой. Не сидишь. Сашка. Сиди. Так, вставай, вставай, вставай. Тихонечко, давай, давай, давай. Вот так. Что случилось? Мне кажется, череп и ноги сломал. Подожди, посмотри на меня. Сколько пальцев? Три. Голова кружится? Болит. Тошнит? Да, но это после вашего ужина. Так, знаешь, хватит валять дурака. Там пластырь. Иди и вон, заклей. Только промой сначала. Маруся. Бандиты. Кто банан кинут? Тут. А я не кидала, я уронила, а потом просто выкинуть забыла. Бандиты. Где телефон? Телефон, телефон, телефон. Телефон. Вот, вот. И тут. Да. Алло? Яна. Я, Яна, да. Я уже ничего не понимаю. Где же? Извините, вы по какому вопросу? Позвоните, пожалуйста, Евгений Михайлович. Вы же с ним вроде работали. А, он трубку не берет. Понятно. Где же твои бандерсы? Простите, это я не вам. Да, давайте я вам так, я вам сайт скину, а вы мне все пришлете с размерами, и я вам все найду. Да. И перезвоню, обязательно перезвоню, конечно. Завтра. Ес. Сашка себе на волосы пластырь приклеила, представляете? Где Таня? Гуляет. С утра! Что ты с вами, через пять минут? Таня? Алло. Привет, любовь моя. Ты уже собралась? Я надеюсь, не забуду, что мы сегодня не слушали джаз. Нет, прости, пожалуйста. Я помню, просто я приболела. Ну да, конечно, выздоравливай. Целую тебя, любовь моя. Пока. Я тебя целую. Пока. Добрый вечер. Добрый вечер, тетя Яна. Ну что? Телефон был разряжен. Сеть не ловила. Не было никакой возможности предупредить, что приду не после обеда, а в девять вечера, да? Ну, тетя Яна, это как бы тоже после обеда. А, ты знаешь что, помнишь, мы послезавтра хотели поехать в торговый центр, купить тебе что-то красивое на лето. Да. Через три месяца поедем, это тоже как бы послезавтра. Ну, тетя Яна, простите, пожалуйста, хотите, я вам все помогу убрать? Спокойной ночи. И вам спокойной ночи, тетя Яна. Добрый вечер. Ой, нет, нет, кто-нибудь убейте меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Яна, не замучили они тебя? Да, ну здорово. Я? Я хорошо. Видела, воркают, как два голубка. Но я не сдамся. Да, Яна, я его знаю, как рецепт песочного теста. Когда у него все хорошо, он шелковый, как только идет не по плану, он целый закапризничает. Нужно как-нибудь крутиться, вертеться. Ага. Да. Ну да, вот такие были тепличные условия. И что? Ну хорошо, я его и забаловала. Да, и забаловала. Да, и что? Я к этому отношусь абсолютно с Ирона. Да, потому что у всех есть свои дожди. Ой, недовольные слова, Яна. Это удовольствие ниже среднего. Да. Я, конечно, не хвастаюсь, но я одна из немногих женщин, которая может выдержать его в таком состоянии. В этом он без меня плохо спел. Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Ой, да ну тебя. Я вообще не об этом. Ну смотри, Анька, я надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. У нас как? У нас тут все замечательно. Нет, ну, нет. Отлично. Дети? Супер. Угу. И мы тебя целуем, мама. Значит так, дети. А сейчас я вам расскажу, как мы с вами будем жить. Готово. Ваш автомобиль уже на парковке, вот включили. Спасибо. Дизина, надо дико оставить столько же, чтобы сейчас так, хорошо? Ну, конечно, естественно. Счастливого пути, когда подпоедем? Надо подпоедем, упряжку посмотрим. Мы их в магазин, может, сейчас зайдем. Да, с темп. А к ужину вернётесь? Нет, спасибо. Так вы сходите в ресторан, возьмите ланжбокс. Не, не, спасибо. Лучше на набережной где-нибудь свидем на море, посидим, что-то съедим. Очень хочется из морского чудовища, а сменового, например. Да, тебе у нее женщин, акула, да? Нет, тебе. Да. Тихо. Ой, извините, пожалуйста. Вы знаете, там кто-то на лестнице мороженое уронил. Не могли бы убрать, а то вдруг кто-нибудь подскользнется. Спасибо. Спасибо. О, теть Ян, а мне через полчаса надо быть уже в кино. Поторопись, иначе премьера пройдет без тебя. Кстати, тебе еще в гостиной надо пыль протереть. А, и на обратном пути купи все по списку. Да тут десять килограмм, я не утащу. А зачем тебе молодой человек? Теть Ян, а почему это я должна мыть посуду руками? У нас же есть посудомойка. Во-первых, в рамках трудового воспитания молодежи. А во-вторых, напомните мне, почему в посудомойку все не влезло. Кто ответит, тому пять. Потому что мы два дня не мыли посуду. Отлично. Но я не сказала, чего пять. Пять килограмм чистейшего белья, которое нужно развесить. Аккуратно. Так нечестно. Нечестно сидеть на маминой шее всей семьей. Аккуратно. Пять килограмм. Аккуратно. Продолжение следует... Теперь тебе будет о чем подумать долгими ночами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Лень, по-моему, отличная идея. Нет, ну, конечно, немножко где дороже, но в перспективе это будет огромная экономия. Она вообще не снашивается. Скажу тебе честно, наши не хотели. Ну, там проблемы при доставке, но я настояла. Спасибо. 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 Что-нибудь еще? О, шампанское? Нет, я предпочту кофе. Ну, как-то не выспалась сегодня, и непонятно, что будет этой ночью. Мне, пожалуйста, эспрессо, а даме американо со сливками. Что случилось? Устал? Накатило что-то. Призадумался. А если поделиться печалью с другом, она станет в два раза меньше. Я просто по детям соскучился. Ты сможешь их увидеть, как только захочешь. Да, я понимаю, но это не одно и то же. Попробуй отсудить. Дети должны оставаться с ней. Так лучше. Ну, твои желания тоже что-то значат, не только ее. Ну, да, наверное, ты прав. Просто у меня такое ощущение, что то ли что-то произойдет, то ли уже что-то происходит. Что-то точно происходит. Но мне оно очень нравится. Мне тоже, но я немного не об этом. Вот. Спасибо. О, мне сегодня нужен сахар. Потратила недельную норму калорий, по-моему. Да ты что, силовые тренировки? Ну, можно так сказать, решала кадровый вопрос. Силовым методом. Что ты на меня так смотришь? Ну, ты кофе допила. Почти. Ну, переверни чашку. Хочешь погадать мне на кофейной гуще? Можно и так сказать. Переворачивай. Хорошо. Да, и конечно, шампанское мне было бы эффектное. А это что такое? Я надеюсь, это просто красивый жест? Без подтекста? Ну, какие подтексты? Это все прямым текстом. Яна, выходи за меня, пожалуйста. Леня. Яна, я все знаю. Я знаю, как ты на это смотришь. Я знаю все твои опасения. Но я тебе уверяю, в твоей жизни ничего не изменится. Если изменится, то это только лучше. Леня. Я знаю, ты хочешь много работы. Я только знаю. Да не в этом. Пожалуйста. Ты не хочешь заниматься домашними делами. Для этого есть специальные, обученные люди. Да. Ты не хочешь мне детей? Я смирюсь и с этим. В конце концов, мне взрослый сын. Я, тем очень, люблю Леон. Для меня важнее всего, это твои желания. Я хочу только одного. Чтобы ты всегда была рядом со мной. Так. Леонид, послушай. Это, конечно, все очень мило, но... Ты мне отказывай. Нет. Просто это преждевременно. Ты не все обо мне знаешь. Да, ну тогда расскажи мне, чего я не знаю тебя. Кем? Да, конечно. Алло. Господи. Ну, откуда я знаю? Ну, в шкафчике посмотри. Ну, каковка. Над вытяжкой, в левом. Все, скоро буду. Прости, Машист. Прости, ты с мамой говорила? Ты живешь с родителями. Ну, не совсем. Ну, не совсем. Слушай, Леонид, я очень тебя хочу, пусть с кем познакомиться. Приходи завтра к нам на ужин. А там и реши. Я в душу. Я жду. На, малышка, возьми. Возьми булочки. Давай. Ну что, чем помочь? Слушай, ну, маль, маль. Саша, дай. Мы договаривались, Саша. Отдай мне, папа звонит. Саша, ты помнишь, о чем мама просила? Ну, пожалуйста, не подведи ее. Ей сейчас очень плохо. Алло, папа. Привет. Хорошо. А у тебя? Скоро приедешь? А, маму? Саша, все, дай. Мама дома. Ну, дай, она на секунду вышла. Дай, отдай. Саша, успокойся. Успокойся. Да, пап, привет. Да, все нормально. Все нормально. Пап, мама не хочет с тобой разговаривать. И не надо вмешивать в это Сашку. У тебя к ней вопрос? Ну, давай я спрошу. Какой кулон? А, кулон. Да. Она его уже третий день ищет. А как он у тебя оказался? А, ну, может, когда она, это, чемодан тебе собирала? Да. Ну, хорошо, что нашелся. Ладно. Все, пока, пап. Добрый вечер. О. Я смотрю, у нас гости. Да, добрый вечер. Я Никита. Я в курсе. Да. Вы не волнуйтесь, я уважаю комендантский час и уже ухожу. Ну, очень своевременно. Потому что ваши родители, думаю, уже волнуются. А мой отец начнет волноваться не раньше, чем я получу повестку в армии. И то она вряд ли. А мать я уже предупредил, так что всего хорошего. До свидания. До свидания. А, кстати, там Таня приготовила классную картошку с мясом. Рекомендую, если вы не на диете. Ну что, боец, как у нас дела? Игрушки собрали, мусор выбросили, цветы полили. Молодец. Ну что, кто Маруську спать будет укладывать? Ладно, иди, сегодня на дежурстве давай. Ну что, моя хорошая, как у нас дела? Мойки. Мойки. Слава, ты куда? Все нормально, я воздухом подышу. Спи. 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 Юль, а у тебя есть нитки? Да, и, кстати, пятновый водитель. И... Надень другие. Да какие же другие-то? Я же одни только издумал. Все, я больше ничего не брал. И рубашка хорошая, но жалко просто. Потому что не химчистка есть. Давай штаны зашли, у них джинсах же тебя напряжите. Рубашку новую купим. Не занимайся ерундой. Подожди, а почему голубыми? Извини, других нет. Это изнанка. Снаружи не будет видно. Да? Да. Ну ладно. Ну все, голубыми так голубыми. Ребят, у меня к вам разговор. Вернее, даже не разговор, это... Скорее, предложение. Нет, даже не предложение. Это сделка. Тетя, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Даже не сделка, что я говорю. Это игра. Вот. Вы не пугайтесь так. Вы никогда не делаете таких длинных вступлений. Ну хорошо. Вы кое-что для меня делаете. А взамен просите, что хотите. Но в разумных пределах. А разумных это как? Это то, что разрешает мама, но не вредно для здоровья. Ура! Мне пиццу и мороженое. Договор. А я хочу реактивы для опытов. Я список напишу. Отлично. Я потом что-нибудь придумаю. Тетя Ян, а у вас случайно не мамин комбинезон? Нет. А где я мог посадить этот пятно? Может быть, это этот, вчерашний салат? Чего не туда столько масла у тебя не понимаю? Вообще, отдыхай, что-то не жевое, не жевое. Ты бери овсяную кашу, она там есть. Подожди, я ничего не понимаю. Ты как-то странно сегодня пахнешь. Ты на моем. Может, ты пойдешь на ногу поспишь? Ты что ведешь себя, как поделение? Ребенок, ну что, что у тебя пятно, что мир руснул теперь от этого? Твоя Аня тебя в теплице, что ли, держала все эти годы? Ты вообще мужик, или ты что? Э? Сработало. Здрасте. Нет, то, что я сижу с ребенком, стираю, глажу, это визель не считается. Я тебя умоляю, твоя стирка, глажка готова. К чем она заключается? Постирали машинку, кнопку включить и мультиварку сеть? Нет, ну я знала, что мужчина верит, почему ты станешь на остатку? Ты считаешь, что он сейчас сам может с вами быть, когда я не могу постараться, садись. Привет, тебя как зовут? Кира. Кира? У меня Аня. Нравится самолетик? Да. Умеешь делать такие? Нет. А что, это у вас кораблик? Я предполагала, что это шляпа. Привет. Привет. Спасибо. Спасибо. Ой, какая красота. А, это тебе. Да? Да, держи. Познакомься, Лёня. Это мои дети. Здрасте. Здрасте. Дети. Ну, что же мы на пороге-то, да? А... Или у тебя аппетит пропал? И вообще, ты скажи, я пойму. Честно. Нет, почему же? Куда? Проходите. Туда. Дай ручку, дай ручку. Все. Ну что, вы познакомились уже? Это вот он, Танюшка. Старшенькая, ей уже 16. В следующем году поступает в медицинский. В историк архивный. Да. Передумала уже. Потом поговорим. Это Яночка. Яночка? Как ты? Да. Ну, нет, меня не хотела. Муж настоял. А. Муж. Как мог, отец, меня скрывала? Нет, нет, нет. Тогдашний муж. Хороший человек был. Но запил. Это Саша. Это Машенька. А сколько Маши? Два годика, нюня. Ты моя ласточка. А папа ее... Давай не пойти, я делаю. Это грустная история, я тебе потом расскажу. Давайте есть. Давайте. Вот у нас оливье, правда, без майонеза. Потому что Яна у нас постоянно на диете, да? А вот там крабовый салат. Правда, у Сашки жуткая аллергия, поэтому у нас свой рецепт. Мы готовим его без... Крабов. Точно. Саш, ты там руки о скатерть не вытирай, пожалуйста. Я не вытираю. Яна, ты выпрямься, у тебя сколиоз. Таня, ты руки помыла? Машеньке! Я не понимаю, почему ты скрывала. Ты что, настолько не доверяла мне? Да не тебе. В смысле, не тебе конкретно. Просто я не очень люблю говорить об этой части моей жизни. Часть жизни? Четверо детей – это часть жизни? Как такое вообще возможно? Я не понимаю даже чисто технически, как это, вот это все совмещать с работой. Тем более с личной жизнью. Не понимаю. Теперь ты понимаешь, почему я у тебя не осталась? Я не хотела тебя напрягать, чтобы... В общем, я считаю, это мои проблемы, и я со всем справлюсь. Таня, ты просто в голове не укладываешь, я не понимаю. Ну вот видишь, я же тебе говорила, ты меня совсем не знаешь. Дети! Идите есть торт! Тетя Яна, ну зачем вы так? Такой дядька хороший. Вот именно. Потому что хороший дядька. Так будет лучше. Давай. Чем лучше? Ну, во-первых, у него не задето самолюбие. Сам уйдет. Значит, все хорошо. Во-вторых, даже будет чувствовать себя виноватым. Даже захочет показаться благородным, и не то, что не отменит заказ. Я думаю, даже его увеличит. Вот видишь, вы какая-то железная. Все о работе. Ничего, я не железная. Просто проблем не хочу, понимаешь? Ни себе, ни людям, с которыми я работаю. Ни ему. Ну, почему? Вы же такая красивая. Вот. Такая классная. Вот. Ну, можно же попробовать. Неужели одной лучше? Слушай, вот маме сейчас одной очень плохо. А мне одной как-то спокойнее. Ну, не знаю, я все как-то контролирую. Танюш, ну, как тебе объяснить? Ну, это как две машины. Вот смотри. Одна, может быть, не очень симпатичная. Там, я не знаю, как-то медленно едет. Но она едет. Ты в ней уверена? А вторая? Да. Она новая. Красивая. Движок у нее там, я не знаю, сплит-система. Не едет, а летит. Ну, ты точно знаешь, что с ней ты разобьешься. Через год, так через два. Не через два, так через двадцать. И что, обязательно разобьешься? Нет. Ну, ты можешь, конечно, считать, что ты одна на миллион, но люди оптимисты, я нет. Слушай, Танюш, ну, это только мое мнение. У тебя все будет по-другому. Да, ты сама себя жизнь убираешь. Так что не оглядывайся. Ни на меня, ни на маму. Понял? Ну, мне все равно жалко. А если он не уйдет? Ты вас со стороны видела? Уйдет сто процентов. Уйдет. Самое ответное, что в детстве совершенно не там, что я не уйдет. Я помню, как мы уйдем цветовую капусту. Я ее терпеть не участвую. Здрасте. Здрасте. Анна, присаживайтесь. Садитесь. Присаживайтесь, у нас место свободное. Да не надо, как-то неудобно. Нормально. Да, спасибо. Анна, такие неудобства. В прошлый раз вы вас приютили, в этот раз мы вас так сядем. Ответ не везет. Вот так, вот так. А, ну, нормально все? А, да. Вилку уронила. О, слушай, ну ни одного свободного стола. Никак на зло ни одного официанта, когда не нужно. Зря мы набрали, сейчас все остынет. А вон смотри, там свободный столик. Нет, там чай-то кепка лежит. Послушай, этот столик наш, потому что мы его заняли. Садись. Не делай вид, что ты меня не поняла. Я прекрасно тебя понимаю. Тебе всегда проще уступить. Понятно, няня, просто как-то неудобно. Неудобно есть стоя. Приятного аппетита. Да, ну, говорит, ты даешь. Алло, здесь лежала моя кепка. А, да, конечно. Ваша кепка. Это она, что ли? Послушайте, вообще-то... Сейчас разберемся. Молодой человек, если вы хотите в приятной атмосфере пообедать, вам лучше выбрать другой столик. Вон там, кажется, как раз освобождается. Ты что, мужик? Ты что, совсем берега потерял? Выми свою бабу, я тебе говорю. Или я сам ее сейчас проучу? Давайте мы не будем с вами кричать, потому что мы с вами находимся в общественном месте. Я тебя сейчас устрау, честное место, слышь ты. Ну, давай, выходи. Что за бабу прячешься? Господа, не надо шуметь, не надо скандалить. Мы вам найдем другой столик. Господа, вызовите охрану, иначе я вызову полицию. Не переживайте, все будет в порядке. Значит, полицию. Хорошо. Не успокойтесь. Нормально. Еще встретимся. Ну вот и славненький. Приятного аппетита. Да что-то как-то у меня даже уже есть, перехотелось. Прекрати. Садись, пожалуйста. Дурочка. Нельзя с ним так. Что вы сказали? Ничего. Что вы сказали? ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Алло. Яна, привет. Как вы там? Мы хорошо. Дети по тебе, конечно, скучают. Не в целом. Здоровая, счастливая. Я? Я тоже скучаю. Аня, если когда-нибудь люблюсь, напомни мне про сегодняшний день, хорошо? Нет, просто скажи, 19 июня. Ладно? Ладно. А ты мне напомни любую дату за последние 17 лет. Договорились? Янка, и не грусти. Будет в нашей улице праздник. Ты знаешь, я сюда приехала не напрасно. И ему с ней плохо. Это точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова